сам бы нам уходу сам бы на 740 все равно начнется написан то есть не вышли в эфир что сейчас я еще гляну на ходу подключаемся да так я тогда вот так сделаю так собина ну тут сегодня у нас будет очень интересный стрим с основательницей движения рхтн раджаны гарды понты и причинам гамбоевым какое отношение ринчин гамбоев вы это сооснователем являетесь понял я-то не являюсь у нас будет интервью ровно как раз за раджана раджан здравствуйте как слышно пусть люди нас подписчики и новые зрители пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на наши каналы сожалению не удалось подключить канал некоторые сложности были технически но мы хотели начнем тогда да наверное сегодня будем мы разговаривать с раджан и да да я просто тут прямо вопросы приготовил просто мы с вами вот действительно ни разу вообще не общались не контактировали даже особо и тем более в стриме не разговаривать и поэтому я думаю очень будет интересно и зрителям и мне самому ну если вы вообще в целом расскажите о себе о том как пришли это движение рхтн вообще я по образованию историк таковед и этнолог я начну тогда наверное издалека я начала вообще активизм политически заниматься в начале нулевых в москве в тот момент я была на стажировке готовилась к защите диссертации по институте технологии антропологии ран и это был 2002 год 2003 год и мой однокурсник сказал мне тогда примерно что а есть такой форум где общаются молодые молодежь тогда бурят это всего мира это форум бурятия орг тогда еще была старая площадка потом переехала на новый сайт вот это было еще до моего объекта поэтому тогда я оттуда не придала значения но когда поехала в москву вдруг заказковала по родине по общению и написала коле можно привозу это может чуть чуть поближе как-то вы с телефона вышли до получается чуть поближе к телефону я зарегистрировалась на форуме я начала общаться и в тот момент как раз начали обсуждать укрупнение регионов есть планы по поглощению наших брянских округов многострадальных вот и естественно люди обсуждали и думали что что делать все были убеждены что надо что-то делать с этим и вот так вот стихийно началась это деятельность по противодействию этому укрупнению вот потом я вернулась уже была нудэ и мы начали работать уже оффлайн так сказать не только онлайн познакомилась тогда же с глуком жених моганова была основателем отцом а бурятия вот и тогда же у нас возникла такая идея то есть вначале мы работали под эгидой молодежного то есть регионального объединения молодых ученых который руководил поля церемпилов вот но мы решили что нам нужно нужны две организации которые взаимодействовали потому что полина организация она была официальная и он не мог например подставлять свою организацию если дело касалось той же там деятельности которая требовала бы активного демократии прямого действия поэтому мы также решили основать другой организации и так появилось правозащитное движение РХ то есть право мы работали в таком режиме так сказать войны до 2008 года когда в конце концов произошло поглощение агинского округа затем уже мы просто решили что мы будем сниматься культурными проектами ревитализации бурятского языка вот ими вещами но и в конце концов потом в 2009 году я уехала в Польшу на стажировку и в общем с тех пор как бы я приезжала в Бурятию на какое-то время но в конце концов потом уехала в США одновременно я также начала заниматься журналистикой а сейчас я веду правда давно уже не не писала ничего надо что-то еще написать вот на колонку здание Сибирь реалии Сибирь реалии это региональный проект радио свободы немножко мы перескочили какие основные ну вот вернемся к этому основные мероприятия задачи были выполнены вот рхт само это движение получается если говорить об архе то то есть с самого начала собирали подписи под письмо молодое поколение за территориальную реабилитацию бурятского народа вот потом это письмо было отправлено в администрацию президента путину ну президент так называемый изменяемый вот получил был получен официальный ответ такой какой который следовало ожидать вот и и также мы печатали брошюры о том что почему мы против объединения против уничтожения тогда еще Усть-Ардынского округа в самом начале мы распространяли эту агитацию мы ездили в Усть-Ардынский округ с фильмом первый Нукер Чингисхана который снял вот продюсер фильма Петр Шраблин дал нам права на как бы на показ на показ на показ фильма в Усть-Арде потом значит я как раз с твоей группой поехала в Аларский район в Кутулик мы провели буквально показа три не больше и затем нам пришлось уехать мы планировали сделать показ большой в Кутулике это центр района и нам отказали сначала в ДК показ то есть там они срочно они сказали что там какое-то мероприятие в этот момент сразу же наметилась с приездом гостей вот потом мы пошли в милицию полицию в отдел полиции и там бурят был начальник этого отделения и он такой очень да конечно у нас можно показать потом потом уже мы уже переделали объявления стали приглашать уже туда к ним полицию потом нам в общем-то когда мы пришли туда он уже с потухшим взглядом сказал мы люди под погонные знаете наверное что мы не можем это показать нам сказать я вот и мы сделали так что об этом узнала вся страна и даже за пределами как каким образом в общем администрация они не подозревали что они сделали потому что это было ну в общем то все как говорится издание и у нас в буряте и как бы в москве и везде все написали об этом сейчас зачем что-то там какие-то шумы посторонние что случилось а а я выключу микрофон то есть журналисты подхватили и все опубликовали это да 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 все опубликовали то есть об этом сразу же заговорили об этом укропнении о том что происходит такие нарушения прав человека и вообще вот и затем мы также организовали митинг то есть пикет потому что сначала митинг потом пикет на площади советов в принципе там наверно пришла это был первый такой массовый протест с 90-х годов потому что это был год всюду да в общем мы пришли на площадь и были слухи распускает что будут разгонять вот поэтому мы сделали пикет вместо митинга да и и опять же вот это показало насколько в общем то у нас есть протестный потенциал в республике в Бурятии в Балануде потому что если дело касается чего-то очень важного люди выходят ну тогда еще выходили когда у нас еще не было полностью фашистского режима к сейчас это будет какой бы вместе со старшим поколением защиту устье Орды все наши шаманы отказались в общем то это было для меня это было первое разочарование потому что все шаманы все организации наши шаманские они все отказались сначала они сказали да мы будем участвовать потом они все стали отказываться вот и значит привет приехал шаман из качуга его привезли в общем организаторы наши соорганизаторы вот как раз из и этот шаман который провел обряд лицо бурятского шаманства таким образом вот и но также вот у нас было это состояние перед съездом бурятского народа перед театром драмы вот нас тогда в общем то увезли в милицию вот я пришла в театр бурятской драмы сейчас я вот это вспоминаю мне даже самой странно но тогда это было нормально потому что мы были в общем то на таком когда меня повели в милицию да то есть забрали стали забирать там как раз подошли ветераны вот и по моему профессор чеминтаржеев меня стал защищать и вот я чтобы его как бы пожилого человека каким-то образом не покалечили мне пришлось я пошла тоже туда полиции и потом я пришла пришла мы пришли снова театр драмы там шли заседания шли заседания полным ходом и я там очень громко у меня голос громкий если надо и я на весь зал сообщила что пока вы здесь сидите нас забрали в милицию и да почему свет ничего не говорит о том что происходит с нашими округами и тогда смест кто инициировал кто этот съезд и инициировал но и инициировал я думаю что варк это была единственная официальная организация бурятская а как вас забрали вы в какой-то в этот момент как-то были в другом месте или как или вас оттуда вывели понятно и в этот момент полиция забрала да а как они чем мотивировали то вообще то есть на тот же момент не было никаких запретов то на проведение митингов или были уже то есть если это был одиночный пикет что то якобы ну тогда еще можно было протестовать они сказали что это не одиночный пикет мы говорили что нет это одиночные пикеты у нас у всех был такой протест который мы хотели выразить поэтому пришли а там оказались другие люди тоже понятно и как отреагировала вот это вот руководство варка получается но и те люди которые там собрались ну в принципе я не знаю как они отреагировали но потапов пригласил нас на встречу после этого это был очень такой умелый политик а вот и он что ни говори да он как бы умел логировать и чтобы сохранить лицо а вот и какие какие-то дивиденды из этого получить при этом что вообще даже внушает на самом деле я не скажу восхищение но я отдаю должное по сравнению с тем что сейчас происходит туда мы все рассмотрим бла-бла-бла мы пришли предложили проекты при его правлении ничего из этих проектов не было реализовано вот и один из проектов это как раз был создание бурят fm-радио нет только это было осуществлено хотя мы подготовили значит готовили бизнес планы вот и в принципе у тех людей которые это готовили потом уже получили да мы сотрудничали также с теми людьми которые в конце концов открыли это ради потом такой проект как летний лагерь с погружением на бурятском языке в монголии интересная идея в принципе до сих пор я думаю что хорошо было бы осуществить я думаю что это можно будет сделать потом ну вообще михаил гилбонов делал у себя на даче такой проект на максемихе я просто туда как-то ездил с одноклассником возили мы племянницу его или что ли что-то такое ну такое как бы его собственно инициатива театра театра то есть на самом деле оказывается много различных идей было затей но к сожалению не не реализовалась до этого итоги ну что-то реализовывалось например я помню что я в 2008 году организовывала круглые столы обсуждения по проблеме бурятского языка я проводила в тот момент такие обсуждения которые назвала политкафе ну то есть это как в форме ток-шоу но только без телевидения вот помню был то есть пришло много людей обсудить проблему потом мы организовывали круглый стол филармонии а на бурятском языке о проблемах бурятского языка но вот одно условие было я сказал что он должен проходить на бурятском языке ну то есть там были небольшие только то есть вот с исключениями как бы небольшими но в основном все говорили на бурятском языке и мне тогда говорили что вот это в первый раз когда идет обсуждение на бурятском языке особенно вот по проблеме бурятского языка да то есть это настолько у нас была среда враждебная к бурятскому языку что даже о проблемах бурятского языка у нас говорили на русском и затем у меня была идея уже перед отъездом или после даже отъезда организовать клуб бурятский клуб по примеру например английских клубов французских клубов вот и я просто тот момент уже уезжала поэтому я просто предложила эту идею другим вот например женская организация они хотели это реализовывать потом в конце концов когда уже после моего отъезда в ланды приехал на корица нет 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 не на корицы на прошу прощения вот это тоже политэмигрант да вот он не вынужден был хотя он занимался только книгоизданием только и он начал организовывать уже эти клубы потому что он работал также сотрудничал свою вот и они начали эту идею организовывать но в общем-то ужесточение ужесточение режима выражалось уже в том что даже он подвергся гонениям и пришло ему пришлось уехать хотя он занимался культурными проектами понятно а на тот момент вообще у вас обсуждение было такое что размышляли о независимости республики о том что можно было бы выйти из состава российской федерации самим как-то жить такие вообще мысли были да были мы разговаривали об этом проводили даже такие встречи как бы проводили даже мозговые штурмы и там разные вещи были да но мы об этом говорили вот чисто гипотетически потому что в тот момент ни у кого не было уверенность даже неуверенность это просто было что то что может произойти да если получится что то есть какие а мы обсуждали о том мы обсуждали пути развития бурятии либо как независимое государство или составе какой-то фонд федерации каких-то то есть но это были чисто такие умозрительные рассуждения ну в принципе это уже достаточно как вообще относились ну допустим знакомые или те кто услышал из бурятского населения вот эти вот мысли по поводу независимости а во время эмиграции вот она вот это вот как ваше общество получается рх да она существовала какую-то деятельность она ввело или нет в общем то мы выпускали обращение заявление например против отправки бурят солдат служащих военнослужащих а в украину еще начало этой агрессии когда их высылали на донбасс а в пятнадцатом году в сентябре 15 года но я уже лично сама написала открытое письмо к украинцам где его просила прощение за то что наши солдаты там оказались вот и как раз у нас тогда были пожары лесах на байкале и я как раз сделал такую что если да ты приносишь огонь на чужую землю он тебе возвращается получил очень много естественно критики да и критики но в то же время получил много положительных откликов и не только естественно это было очень вот в основном естественно об этом писали украинцы и много как негативных откликов так и много было положительных люди например мне писали и говорили спасибо за мою позицию вот я думаю что все-таки положительных откликов было больше а почему пришлось иммигрировать начались преследования на почве вот этой вашей деятельности активизм но я стала замечать что не то что преследований тогда особо не было этих преследований но уже было закручивание гаек были уже как бы вставляли по палки в колеса как-то меня начали обзывать так скажем радикалкой я же ведь у меня различные ипостаси вообще в жизни таких людей называют сканеры если если дайверы которые занимаются чем-то одним погружаются глубоко и долбит как бы в одну точку и зачастую добиваются больших успехов а я человек сканер то есть мне нужно заниматься тем другим третьим и вот может быть это какой-то еще дефицит синдром дефицита внимания что-то в этом роде но вот есть такое и поэтому я также занималась например развитием гражданского общества я работала в некоммерческой организации сибирская творческая группа вот мы занимались различными проектами и волонтерская деятельность развитие международного волонтерского движения наши люди многие уезжали например работали какое-то время в рабочих лагерях в европе потому что мы сотрудничали с организацией там с разными организациями приезжали например к нам потому что мы организовывали рабочие лагеря и вот она в 2009 году мы организовали лагерь мухар собирает друзей и значит волонтеры были у нас из европейских стран вместе с нашими волонтерами мы ездили в коринский район то есть нет ну это за год до этого месяца в коринский район вот мы ездили в тот момент тоже в Мухашибирский район вот и там они работали в различных селах там они должны были там так секунду меня кошка спросит причин чем так усиленно что как будто что я хочу чтобы обязательно вопросы вы и так далее и у меня нет в республике Бурятия тоже вот и получается вот смотрите у меня вопрос задам тоже да Раджан да Раджан уточните какие года у нас было упражнения округов почти инициативе да это произошло в Тардынский да и Агинский округ и сейчас вопрос стоит о том что после проведения так называемого вот этого переутверждения Путина 18 марта да есть такие инсайды приходит что все национальные республики вообще в России должны быть упразднены то есть как вы относитесь вообще ну вопрос сначала про округа Усть-Аржинский округ был упразднен в 2006 году в результате референдума на этом референдуме нарисовали 98 или 99 процентов за вот ну вот пример да с тем как нас выдворили из Аларского района показывает там ну было три группы таких с фильмом вот потом арестовывали тиражи листовок брошюр перед референдумом проверяли все машины которые ехали туда в сторону Иркутска на выезде из Улан-Удэ то есть на наличие печатных регистрационных материалов вот ну то есть это было тогда тогда же в принципе они компенсировали все эти макинации с выборами карусели и так далее вбросы это была такая репетиция вот Светлана Будашкаева с организацией голос то есть они поехали туда чтобы наблюдать за проведением референдума их там тоже чуть ли не скрутили то есть был тоже большой скандал и это опять же показало насколько незаконным была вся эта незаконной была вся эта процедура то есть вот это упразднение оно показало что то есть все эти нарушения да все это зафиксировано и это является доказательством ее регистриста вот а Украинский округ был упразднен в 2008 году мы проводили тоже акции протеста например бузная революция мы возле представительства гинского округа было ну да угощали всех пришедших бузами и протестовали против поглощения округа кстати наталья филонова приходила тоже выступала у нас мы с ней познакомились как раз вот в период борьбы за гинский округ он нас тогда очень активно поддерживал в общем можно сказать что вы уехали ну частично и потому что репрессии начались и ну в целом какой-то новый опыт приобрести да за рубежом уже ну да я кстати стала рассказывать что эти студенты европейские мы хотели организовать встречу с политологами с юристами и а мы уже договорились о том что будет проведена встреча и потом нам позвонили из БГУ и сказали что встречи и не будет потому что им позвонили из ФСБ и сказали что мероприятие которое организует радикалка Дуганова нельзя проводить и вот то есть в их глазах я была радикалка а кто такие радикалы это вот Физбалла ну понятно да ну сейчас радикалы там в России целая куча бегают после этого и во время эмиграции вы получается работали с баналистом да? во время эмиграции во время эмиграции ну да то есть я работала я во первых у меня была стажировка в университете в Варшавском вот потом я как раз тогда тоже сотрудничала с польской организацией некоммерческой тоже там стала со то вот вот мы организовали проект с одной моей знакомой польской которая была в этой организации вот мы развивали сотрудничество между польскими некоммерческими организациями и пурятскими но там также в Якутии у нас один раз участвовал человек который приезжал тоже в Польшу мы организовывали несколько таких стадий визит учебных поездок представители наших организаций они знакомились с опытом польских организаций вот потом семинары проводили в УЛАНУД семинары для для наших организаций ну то есть как развивать организацию некоммерческую там различные различные аспекты и уже тогда да были скандалы потому что первый семинар проводили тренеры из Львова из товарища такая была организация есть во Львове товарищество Льва вот приезжали тренеры они провели замечательный тренинг вот после этого написали пасквиль в наших газетах вот потом телеком тоже стал врываться на второй тренинг вот потом мы нашли других тренеров уже наших то есть одна была наша знакомая бурятка вот она сотрудничала с другими тренерами из москвы опять же об этом написали да пасквиль то есть не давали работать да одним словом написал пасквиль про нашу организацию про наши эти сотрудничества с восточноевропейским демократическим центром вот он назывался подмена у моего переезда то вот ну как бы это было сложились обстоятельства вот и я просто поняла что дальше если я останусь в Улан-Удэй буду пытаться что-то сделать мне просто из нее сделать такую маргиналку да то есть мне этого не хотелось вот и просто ну то есть выдавили грубо говоря хотя на самом деле проекты были крутые это все интересно было даже не верится что тогда вот это вот какое-то международное сотрудничество хотя его так сильно гасили ну ладно перейдем к уже ближе двадцать второму году когда началась война как вы отреагировали и что вы вообще почувствовали 24 февраля когда вот это уже полномасштабное вторжение было в Украину до последнего не верилось конечно что он на это решится ну то есть это вот ну когда это произошло у меня было такое понимание что это начало конца России вот России и я даже уже тогда написала вот в самом начале через день наверное после этого вторжения пост в фейсбуке и я написала о том что Россия перестанет существовать то есть на ее месте возникнут новые независимые государства и это было мне ясно уже тогда в феврале двадцать второго года и подавленность конечно был шок огромный а можно ли сказать что ваша деятельность после начала войны обрела второе дыхание да да потому что мы же начали этим заниматься так активно потому что просто понимали что ну можно что-то делать да вот даже в тот момент он сотрудничал с ребятами которые потом они назывались свободное бурятия да то есть тогда еще не было название было буряты против войны они стали снимать вот они стали собирать сведения о наших пленных вот пытаться их позволять то есть это была вот начиналась именно вот на таком уровне работа мы я тоже я как бы с ними вместе тогда не занималась но я думала о том что еще можно сделать вот и написала статью колонку буряты и русский мир я пыталась как бы тоже разобраться почему буряты оказались там почему нас так много там было почему на нас навешали всех всех собак на самом ну то есть вот эти вопросы которые требовали ответа тогда и вот мои друзья которые оставались в бурятии волонуты они мне давали информацию о том что происходит вот потом мне стали писать люди возмущенные говорить откуда вы взяли эту цифру пять тысяч бурят что там ну вот тогда вот на тот момент было пять тысяч и я пыталась там объяснить что на основании различных источников например монгольский узел тот момент вообще писал про десять тысяч я даже сократила эту цифру вот если взять всех бурят но не только из бурятии но например из борзи той же да из-за Агинского округа вот из-за Орды то в принципе эта цифра как раз соответствовала примерно примерно в действительности а ну я понимаю что вы конечно сторонник независимости но вообще что вы сейчас думаете о независимости Бурятии и вообще других коренных республик насколько это реально и что нам сейчас нужно делать для того чтобы ну это быстрее произошло это не только реально это неизбежно маховик он уже запущен и вот самым главным севератистом на сегодняшний момент является Путин который сделал возможным выход вот всех субъектов из состава этой недо федерации и мы говорим не только про национальные использования мы говорим про регионалистские движения то есть я например являюсь членом Лиги Свободных Наций наше движение входит в эту Лигу и первым делом что мы решили это вот когда мы на основе создали что нам необходимо войти в коалицию другими движениями с другими народами вот когда я узнала о том что такая инициатива возникла уже потом мы назвались Лига Свободных Наций тогда просто была инициатива нескольких движений вот я связалась с Ирисем Валеренем и потому что мы еще за несколько лет до этого подписывали вместе письмо то есть мы были в контакте и я сказала что мы очень хотели бы и так же стать членами Лиги и таким образом мы вошли в эту коалицию и это вот один такой один из признаков того что мы на правильном пути потому что в 90-е годы не было этого и в 90-е годы лишь один субъект федерации хотела делиться это была Чечня и ее потопили в крови после этого Татарстан который тоже заявлял о том что вот они хотят независимости сразу замолчал об этом вот и все остальные тоже сейчас же мы объединимся если мы будем развивать эти горизонтальные связи если мы будем поддерживать друг друга то мы можем а мы можем и мы должны добиться независимости и у России уже не будет сил у нее были какие-то силы в 90-е годы сейчас это уже по всем показателям издыхающая империя у них нету в общем-то даже человеческих ресурсов из демография говорить нет империи ну да согласен а давайте тоже разном вот вчера вот была такая информация большая крупнейший таскать переход границы произошел до этого тоже был в районе курска и вторая область белгородская там рдк и легион свободной россии до этого переходили сейчас впервые таком рейде участвует сибирский батальян значит получается что у нас там вы все знаете как минимум есть один бурят фамилия манга тает поднимет забыл не помнишь имя и на него на всех украинских сми показывали интервью и так далее вот скорее всего как раз в этом время участвует как вы относитесь вообще к появлению такого сибирского батальона и то что там наши бурят саха якуты возможно еще и туинцы ну то есть наши сибирские как бы народы участвуют в этом но там насколько я знаю сибирский батальон еще и туда входит и русские этнические просто это те и русские которые не разделяется националистические взгляды рдк там же националисты русские рдк и и раджана как вы считаете вообще стоит ли поддерживать вообще не является ли это войны бурят против бурят как некоторые нарративы кидают некоторые утраджан такой вопрос фэйсбашники да кстати туда также входил сибирский батальон известный вот активист садили за одиночные пикеты там город петр верзилов тоже художник такой помните группа усирает да муж был кого-то из этих девчонок раньше и тоже по вам сибирском брали ну сказать я очень уважаю людей за тех людей которые сделали такой выбор то есть они сделали выбор в пользу добра потому что если твоя страна является агрессором вот честный человек должен встать на сторону добра то есть если взять аналогию с фашизмом да с нацизмом то вот те люди которые сражались в рядах вермахта они были на стороне зла они могли быть хорошими людьми но тем не менее они были на стороне зла а те немцы которые были сопротивлении отражались против режима они герои вот и я думаю что вот тот наш парень Геннадий он молодец я ему желаю прежде всего чтобы он был остался цел и я ему желаю душевных сил здоровья и победы добра и я также поддерживаю всех остальных людей я знаю Владислав Амосов я с ним разговаривала тоже в свое время который создал этот батальон вот и это осознанный выбор людей и я думаю что я желаю чтобы они все остались в живых и вернулись на родину чтобы уже поднимать нашу родину всем вместе да отличные слова ну что Гринчин Раджану может быть на сегодня закончим или продолжим на свободную тему или потом повторим просто попозже через какой то но Раджану вроде как как беседу предлагал да вот твое-то мнение тоже скажи насчет сибирского дали ну я полностью поддерживаю хотя да на самом деле есть такое мнение что не надо воевать то есть гражданская война но гражданскую войну развязал путин уже никуда не денешься то есть те кто люди не согласны это уже получается скрытая гражданская война происходит ну понятное дело что кто-то не станет сидеть ждать или вести вот такую информационную работу он предпочтет взять в руки оружие и поэтому в первую очередь это заслуга вернее вина путина конечно его клики и к сожалению всего в общем-то российского народа потому что если бы не они ну если бы народ не поддержал своим безмолвным молчанием да согласен то ничего бы не было бы они до сих пор поддерживают может быть что-то не нравится но они молчат в конце концов от людей все зависит ну и поэтому осуждать тех людей которые предпочли что-то делать вместо бездействия то это конечно глупо я считаю поэтому ну я их поддерживаю тем более они делают действительно реальные шаги и как видно даже на уши все-таки поставили действительно эту российскую федерацию потому что это конечно ну очень сильно в информационном поле отражается ну как-то так тут есть предположить да да конечно ну ладно давайте на сегодня наверное закончим я просто это кое-какие много вопросов еще до вас нет я все все я задал хорошо сколько мы в эфире так пожалуй двум каналов в следующий раз может быть у нас получится на третий канал рестрим сделать если можно может 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 быть раджана пригласим в следующий раз с доржой дугарова да как бы думаешь можно в чем почему нет ни разу не общались это же как бы мы как раз ему у него спросили по его поездку кое на пленном да начну они потом как раз подготовиться как подключить свой канал значит подписывайтесь на канал телеграме да как называется у вас телеграме да у меня мой канал появился личный я там наверно что-нибудь с бурятским языком наверно буду начинать может быть небольшие какие-то там уроки может быть начнем хотя я сам тоже не особо ну что что научить такой принцип должен быть вообще вот я допустим вообще сам по себе преподаватель учитель по образованию поэтому и вообще кто владеет бурятским языком хотя бы одного-двух не владеющим бурятским языком обучите нужно обязательно потому что некоторые наши бурятоговорящие буряты думают что они знают бурятский язык но на самом деле они все равно уже говорят по-русски в большей степени и какие-то такие вот философские мысли они точно не смогут изложить на бурятском языке и поэтому так как словарного запаса нет в бытовом бурятском языке очень скудный запас получается и поэтому нужно развиваться читать читайте пожалуйста хотя бы наши официозы там буряту н.н. которую в интернете есть там иногда бывает интересные там по моему по были статьи в порядке о том что как там журналист ездил по монголию в общем все равно словарный запас у нас именно литературного языка многие бурят которые они думают что они говорят на бурятском и знает его на самом деле не знаю практически вот такая ситуация да давайте сегодня закончим продолжать долго было потом выбирать на их иммунный стрим вирус подписка лайк поставим все ссылки на все и следующий раз наверное вместе если получится да ладно пахинул заприки подписывайтесь 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 на подписывайтесь вновь